Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ «Итоги дня». Мои коллеги и я, Марина Хрусталева, готовы рассказать вам о событиях в ходящей пятницы. Депутаты Комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям одобрили исполнение бюджета за первый квартал 2019 года. С начала года в муниципальную казну поступило 2 млрд 884 млн рублей. Бюджет города исполнен на 22%. Исполнение составило 2 млрд 253 млн рублей. Это 16,8%. Бюджет города исполняется в программном формате. Исполнение по программам составило 1 млрд 971 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2019 года бюджет исполнен с профицитом за счет наличия ставка на расчетном счете бюджета. И по состоянию на 1 апреля 2019 года объем муниципального долга составил 1 млрд 127,8 млн рублей. Резервный фонд главы города, а это 10 млн рублей, не израсходован. Главные распорядители бюджетных средств года отчитались о тратах в своих управлениях. На всех постоянных комиссиях профильных этот вопрос рассматривался уже применительно к своему направлению. Там детально депутаты рассматривали все позиции. Был заслушан доклад начальника финансового управления администрации города счетной палаты, у которой возникли замечания, так я скажу, по исполнению бюджета в первом квартале 2019 года. Но лично, по моему мнению, они несущественные на какие-то городские дела, они не повлияли, это я могу ответственно сказать. Но тем не менее, в решении постоянной комиссии по бюджету записано, и мы проголосовали за пункт администрации города устранить замечания скрытой счетной палатой. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2019 года рассмотрят 30 мая на заседании Городской думы. Сегодня народные избранники рекомендовали его утвердить. Юные тагильчане этим летом разъедутся по санаториям, загородным и дневным лагерям, а также отправятся в туристические походы и сплавы. За три месяца оздоровятся более 34 400 детей. В летний период будут открыты все 10 оздоровительных лагерей. Семь из них будут работать в четыре смены, остальные в три. Также лагеря откроются на базе соснового бора. Там отдохнут 270 детей. 90 детей выйдут в рамках проекта «Поезд здоровья в Анапу». В летний период при учреждениях, образованиях, при спортивных школах откроются лагеря с дневным пребыванием, в котором будут заняты 6 тысяч лет и 7 детей. В летний период от всего планируется оздоровить в каникулярный период лагеря о немного пребывания 11 тысяч 250 детей. Отдых в лагерях осуществляется за счет трех источников финансирования – областного и местного, а также на средства родителей отдыхающих. На здравительную кампанию из муниципальной казны выделено 153 миллиона 140 тысяч рублей. Отметим, что сейчас в лагерях активно ведутся ремонтно-строительные работы. Проведена корицидная обработка территории и диротизация. Приемка загородных лагерей начнется в последнюю неделю мая. Заезды стартуют 1 и 2 июня. 26 мая – Всероссийский день химика. В канун праздника на Уралхимбласти чествовали лучших работников предприятия. Наши журналисты Александр Мешков и Вероника Самойлова пообщались с единственной женщиной отделения фенолаформальдегидных смол и пульвербекелита. Оксана Небогатикова 25 лет работает на Уралхимбласти. Пришла на предприятие учеником. Месяц проходила учеником. Вроде как научили меня, дали мне допуск самостоятельной работе. 12 лет Оксана Вячеславовна работала аппаратчиком. Нарабатывала необходимые навыки. Ответственность, внимательность, умение устранять заводские сбои без ущерба для производства. Выучилась на начальника смены. Поставили меня. Ну, видимо, уже по опыту побольше стало. Поязней поменьше, видимо, со временем все равно столько лет отработать. А вот и сейчас вот поставили начальником отделения. Под управлением Оксаны Небогатиковой 25 мужчин-починенных. Ежедневно она контролирует процесс изготовления пульвербекелита. В простонародье пульвер, пульвер, потому что оно как пыль, но это смола перемолота очень сильно в порошок, прямо в пыль, как в муку. Вещество взрывоопасное. При неправильном смешивании пойдет реакция и могут пострадать люди. Следить за процентным соотношением не так сложно. Шесть лет назад на заводе был установлен специальный пульт. У нас три нитки в пульвере. Вот это три пульта. Получается, на каждой нитке у нас идет свой процесс. На одной нитке мы изготавливаем один пульвер, на другой другой пульвер, на третий третий пульвер. И вот здесь все, вот все добавки, сколько мы в смолу должны добавить, все это у нас контролируется. Везде есть клапана предохранительные, там что-то, как-то пошло не то, клапан срабатывает. Процесс изготовления одной тонны пульвербекелита занимает четыре часа. Это вещество активно используется при изготовлении шлифовальных кругов. Есть используется в кирпичах в огнеупорных, есть используется в теплоизоляции, даже в резино-технических изделиях шины делают для автомобилей. Про характеристики вещества и где оно используется Оксана Вячеславовна знает все. Свои знания с радостью передает подчиненным. Как человек она очень добрая, отзывчивая, как руководитель, все довольны ей. То есть она всегда, к каждому подход у нее хороший, личный. Заслуги Оксаны Небогатиковой отмечены вышестоящим руководством. Генеральный директор ПАУ «Уралхимпласт» Александр Кошаков в торжественной обстановке вручил Оксане Вячеславовне грамоту Министерства промышленности и торговли Свердловской области. С профессиональным праздником работников «Уралхимпласта» поздравил глава города Владислав Пинаев. Хочу просто поздравить всех от всей души с профессиональным праздником, поздравить с Днем Химика, пожелать одного – здоровья, долговетия и стабильной и успешной работы. В микрорайоне Голый Камень будет газ. Всего необходимо проложить порядка 21 километра труб. За два дня АО «Газмонтаж» уложил 160 метров трубопровода. К 2020 году 637 домов Голого Камня будут обеспечены газом. Подробнее в следующем сюжете. В микрорайоне Голый Камень начались работы по укладке газопровода. Оснащением жителей Голого Камня газом занимается акционерное общество «Газмонтаж». Задача рабочих – проложить более 20 километров труб. Начали с улицы Штурмовая и за два дня выкопали 80 метров траншеи и проложили 160 метров труб газоснабжения. Тянем сейчас основную ветку, которой будет питаться вся часть улицы. Штурмовая, железорудная, то есть это низкое давление. И параллельно тянем газопровод высокого давления, тянем до блочной ГРПБ, которая будет установлена, которая уже будет питать в целом весь Голый Камень, все, что находится за переездом и все улицы. Вопрос о газоснабжении поднимался жителями Голого Камня еще в 2014 году. И только в этом, благодаря главе города Владиславу Пинаеву, удалось получить порядка 16 миллионов и начать работы. При нормальном финансировании считаю, что в 2020 году часть улиц, а именно это штурмовая отчетная сторона, железорудная улица и трудовая до железнодорожных путей в ГОКа, практически могут обеспечены газоснабжением. Жить без газа, признаются жители, тяжело. Много денег уходит на оплату света и покупку дров для отопления дома. По окончании всех ремонтных работ газом будут обеспечены 637 домов микрорайона, а это порядка 2000 тагильчан. 16-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе. Авария произошла сегодня утром. Подросток переходила по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии девочка с ушибами и ссадинами отпущена домой. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения. Он оказался трезв. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий обязательную фотофиксацию техосмотра автомобилей и автобусов. Документ направлен на борьбу с массовым оформлением диагностических карт без реального проведения процедуры. Согласно новому закону, карты будут оформляться только в электронном виде и передаваться в облачное хранилище МВД. В документе напишут заключение о том, что соответствует транспортное средство требованиям безопасности или нет, а также перечень выявленных неисправностей. Функции технического эксперта смогут продолжить выполнять индивидуальные предприниматели, если они аккредитованы как операторы техосмотра. Закон предусматривает усиление контроля за операторами техосмотра со стороны надзорных органов. Им будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки. 26 мая с 7 часов утра и до 3 часов дня в центре города не будут ходить трамваи и автобусы. Движение перекроют из-за забега до И-5. Транспорт не будет ходить по проспекту Ленина и Мира. Трамвайное движение временно будет изменено. Движение городских пассажирских автобусов будет организовано по улицам Садовая, проспект Ленина, Октябрьской революции, Карла Маркса, Островского. Далее согласно маршрутам. Улицу Карла Маркса закроют на 10 дней. На участке от Огаркова до Островского энергетики будут менять теплотрассу. Проезжая часть будет перекрыта в обе стороны с 27 мая по 5 июня. Участок Карла Маркса у Детского мира закрывают практически каждый год для локального ремонта коммуникаций. Но впервые движение остановят для полной замены теплотрассы, идущей от котельной завода имени Куйбышева. После опрессовок на этом участке выявлено три прорыва. Замене подлежит 200 метров трубопровода диаметром 530 миллиметров. Массового отключения водоснабжения жилых домов не будет. Их запитают по закольцовке. В первый день ремонта 27 мая будет ограничена подача воды в дома номер 14 и 16 по Карла Маркса. К замене коммунальных сетей энергетики привлекут собственные силы и средства. Рабочим предстоит отключить, а затем демонтировать старую теплотрассу. На следующем этапе произойдет монтаж нового трубопровода, его проверка и засыпка. После этого бригады заасфальтируют дорогу. Тагильчане сделали шаг к здоровью. День рождения Российского Красного Креста и Международный день отказа от курения волонтеры из числа активных пенсионеров отметили флешмобом «Передай сердце». Также в рамках празднования участники прошли пеший маршрут «Шаг к здоровью» от Нижне-Тагильского цирка до городского дворца детского и юношеского творчества. Эта акция проводится для того, чтобы показать людям, что все-таки шаг к здоровью надо сделать. Эта акция, она говорит о том, что мы едины, что мы вместе и что мы хотим быть здоровыми. Мы хотим долго жить и мы хотим, чтобы у нас было все прекрасно. 30 фотографов из Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа представлены в Музее изобразительных искусств. На открытии выставки побывала Вероника Самойлова. Более 50 фотографий авторов из Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа представлены в Музее изобразительных искусств. Выставка называется «Фотографии молодых тагильских авторов» и она проходит в рамках фестиваля молодежных культур «Верх по вертикали». В конце прошлого года фестиваль «Верх по вертикали» стал победителем грантового конкурса социальных проектов «Евраз. Город друзей. Город идей». Это уже третья выставка в рамках фестиваля. Каждая выставка посвящена определенному виду искусства. Первая была посвящена живописи, потом графике, это фотографии. То есть мы пригласили всех желающих молодых фотографов и профессионалов, и любителей прислать свои заявки, прислать свои фотографии на конкурсный отбор. Единственный критерий – это возрастные ограничения от 14 до 40 лет. В объективы фотографов попадают природа, животные, люди, улицы городов, их архитектура. Некоторые снимки получаются случайно. Моя работа – это тагильский дом «Маяк». Я два года назад просто гулял с другом по замерзшему тагильскому пруду, и мы наткнулись на «Маяк», пошли далеко на реку, и я решил сфоткать. Пришел домой, обработал, и получилась такая светлая фотография. Выставка продлится до 13 июня. В тагильской группе два капитана исполнилось 30 лет. Праздничное событие музыканты решили отметить в стенах Дворца культуры железнодорожников, ведь именно там когда-то сформировался коллектив «Юбиляр». В честь дня рождения организовали первый региональный фестиваль «Муз-экшен». Участники исполняли песни группы два капитана и собственного сочинения. Подробности в сюжете Екатерины Пономаревой. Времена были такие, всем хотелось писать и петь свои песни. Группа два капитана ярко заявила о себе еще в 1990 году, став лауреатом телевизионного конкурса «Надежда», где исполнила песню собственного сочинения «Русская душа». За успешное выступление музыканты получили ценный приз – поездку в Болгарию, вернувшись из которой исколесили всю область, выступая в разных городах. Теперь их песни знают и поют другие коллективы. Поэтому в честь юбилея группы организовали не просто концерт, а первый региональный фестиваль «Муз-экшен», который носит имя тагильского музыканта Виктора Фладунга. Песня «Муз-экшен» Те, кто принимает участие сегодня в концерте, те коллективы, они будут играть песни группы «Два капитана». Ну, в том виде, в каком они его видят. То есть такой легкий трибют. Ну, а дальше будут уже группы со своим материалом. При том, что это будут группы здесь принимать участие, не кавер, а именно те, кто пишет свой материал, те, кто работает со своим материалом. Фестиваль организован для того, чтобы молодые исполнители могли выступать на сцене, чтобы они развивались, а их песни по примеру группы «Два капитана» в дальнейшем знал каждый. Сегодня на фестиваль приехало шесть коллективов со всей области. И на сцене Дворца культуры железнодорожников исполнили одну песню собственного сочинения и две юбиляров. Неинтересно было бы, если бы мы старались подражать. Поэтому у нас и состав другой. Мы не подражали, мы делали свою аранжировку, именно свое видение этих песен. Но, как всегда, маска твоя на выходе, И иногда, заглянув в них, увижу рассвет. Но, как всегда, мы с огнями уходим, приходят, И не всегда на вопросы бывает ответ. Хоть в этот день два капитана-именинники, они также порадовали гостей праздника своими песнями. Мы в нашей программе, большой программе, поем песни, которые написаны 30 лет назад и вчера. Значит, мы так думаем, что песни какие-то прошли испытания временем и, в общем-то, актуальны по сей день. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на С вами была Марина Хрусталева. Всего доброго, до свидания. Самый выгодный курс продажи американской валюты – 64 рубля 76 копеек. Единая европейская – 72 рубля 46 копеек. Реализовать доллар США можно за 64 рубля 30 копеек. Евро за 72 рубля ровно. Рубрику представляет компания «Сенегория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон службы доставки 40 1207.